Приветствую вас! Вопрос, который вы задаете, раскрывается через то, чего вы хотите. Я имею в виду, значит, то, как вам быть в этой определенно непростой безусловно непростой для себя ситуации, то, как вам в ней быть, решайте только вы, исходя из того, чего вы хотите. Если вы хотите быть с этим мужчиной и делать его счастливым, просто делайте это, не обращая внимания на то, что он вас подозревает в ревности, в чем-то еще, и так далее. В ответ на его прецизии вы всегда можете попросить у него доказательств, реальных, конкретных доказательств, а, например, гадалки, пускай и оказывают влияние на людей, вот, скажем, вряд ли гадалки предъявят и ему, и вам какие-то, такие, знаете, очевидные доказательства того, что вас, вас есть за что, например, подозревать в измене. Если вы хотите, чтобы рядом с вами был другой мужчина, и если то, что вы его любите, не является зависимостью, а зависимостью это не является только в том случае, если вы сами себе не вредите. Тогда нужно понять, что ваш мужчина очень неуверен в себе, скорее всего, у него навязчивые идеи, скорее всего, у него страхи, которые не дают ему спокойно жить. Тут нужно понимать, что он и сам может быть, раз бы был, вести себя иначе, но не может. Не может, потому что не имеет возможности справиться с теми проблемами, что у него есть. И если вы хотите находиться в отношениях с мужчиной сильным, уверенным в себе, твердым, радуозным, на которого можно опереться и прочее, и прочее, то вы просто-напросто скажете такому человеку, что я не буду больше перед тобой оправдываться, ты мне все равно не веришь. Если ты считаешь, что я тебя обманул, тебя изменил и так далее, то зачем ты тогда со мной? Понимаете? То есть, либо вы как бы мужчине ставите такой своего рода ультиматум, либо он принимает вас такой, какая вы, если живет с вами, если любит и так далее, и верит вам, либо вы для него плохая, это в принципе его право так думать, вот, но тогда, тогда встает вопрос, а зачем он в этом случае с вами? Зачем тогда быть с вами, если вы ему изменяете? Понимаете? И пусть ваш мужчина определится. Если он не уверен в себе, если он не уверен в себе, скорее всего, определиться сам он не сможет. То есть, он так и будет вас мучить, он так и будет вас и не отпускать, и в то же время предъявлять претензии и так далее, и так далее, и так далее, все это будет, скорее всего. Тут и вам нужно будет принять решение. Именно исходя из того, что вы хотите. Вы говорите, вы любите его, хорошо. Давайте зададим вопрос, когда вам вы его любите и вы находитесь с ним в отношениях. Он, ваш мужчина, всегда был таким, таким, вы всегда знали, что он такой ревнивый? Или нет? А когда узнали, что он ревнивый, как прореагировали? Что делали? какова была ваша реакция? И если вам не нравится, что ваш мужчина ревнив, то почему вы это терпите? Если вы не хотите, чтобы рядом с вами был ревнивый мужчина, то и терпеть это не стоит. А если вы его любите, то любовь означает принятие человека таким, какой он есть. То есть если вы любите его, то вам нужно понять, что он такой человек, и он скорее всего не изменится. Если же вы хотите, чтобы он был другим, то я вас, конечно, понимаю, но в этом случае нужно констатировать тот факт, что другим он не будет. К сожалению. он не изменится. Если только сам этого не захочет. Это вам нужно принять. К сожалению, такова реальность. На этом я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что хотя бы немножко помог вам разобраться в этой ситуации. Надеюсь, вы определитесь со своей позицией относительно того, чего же вы хотите. Вы об этом не говорите, вы говорите, что я его люблю, но соответственно руки опустило, то есть понятно, что вы отчаялись что-либо ему доказать, это понятно, что вы отчаивались, но непонятно, все-таки, все-таки непонятно, хотите да вы чего, сами для себя чего вы хотите в этой ситуации. как вы видите выход из положения, из той ситуации, в которой вы оказали? Как вы видите выход? Какой выход для вас, кстати говоря, приемлем? Да? Тоже очень важный момент, потому что например, мы говорим здесь, да, что вам например, не нужно терпеть, если ну если мужчина вам если вам не нравится как мужчина всегда видел вот так не стоит терпеть всегда. А если вы терпите, то возникает вопрос ради чего терпите? это понимаете это вот к вопросу о определении позиции к вопросу о определении вашей позиции то по сути является самым главным здесь будет ясно это будет ясно и все остальное если у вас остались вопросы пишите в личку помогу вам если понравился мой ответ буду поблагодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи